Юные жители Владивостока смогли посетить чемпионский мастер-класс по фигурному катанию. В Приморскую столицу приехали двукратные чемпионы мира Андрей Хвалько и Елена Леонова. Российская пара была на пике славы и успеха на рубеже веков. Приезд во Владивосток для Андрея и Елены не в новинку. Уже дважды прославленные фигуристы участвовали в летних учебно-тренировочных сборах вместе со спортсменами «Полюса», где проводили мастер-классы. В этот раз на этой же ледовой площадке прошло два занятия для совсем еще юных фигуристов. Мы, ребят, этих уже большинство из них знаем, мы уже знаем, что они могут, что они умеют. Для нас главная задача сейчас, наверное, в этот час донести до них, наверное, самое важное – это желание кататься, желание учиться, желание любить фигурное катание. По словам профессиональных фигуристов, подготовка приморских спортсменов не уступает столичной. И у любого присутствующего на мастер-классе есть реальный шанс стать звездой этого вида спорта. Они отметили, что несмотря на довольно маленький возраст начинающих фигуристов, никогда не знаешь, кому, как говорится, улыбнется удача. Когда ребенок вот в таком возрасте, там 5, 7, 8 лет, 9 лет, 10 лет, еще трудно об этом говорить, потому что мы знаем очень много фигуристов, которые раскрылись в 16 лет, даже как олимпийский чемпион Виктор Петренко. Он в 16 лет раскрылся, стал чемпионом мира среди юнеров, и после этого карьера пошла вверх. Это еще много других примеров. В целом чемпионы мира за небольшое время успели поработать с детьми над техникой, группировкой, скольжением и другими основами катания. Первенство города по художественной гимнастике завершилось в Приморской столице. В соревнованиях на протяжении двух дней принимали участие сотни гимнасток муниципальных спортивных учреждений Владивостока в возрасте от 6 до 17 лет. Показать свои едва ли не первые в жизни номера девочки могли как в личных, так и в групповых выступлениях. Вслед за новичками выступали мастера спорта и КМСники. Само же первенство получило многозначительное название «Олимпийские надежды». Это первый старт в этом году, поэтому, конечно, у нас еще начинается новый олимпийский цикл, поэтому у нас меняется программа. Программа судейства, программа исполнения гимнасток. Поэтому, конечно, первый старт, новое судейство, абсолютно, мы уже судим по новой программе, поэтому, естественно, есть свои моменты, которые нужно попробовать, потому что дальше начинаются уже другие старты, у некоторых выезды, которые готовятся на более крупные соревнования. Ближайшими такими соревнованиями станет открытый чемпионат города Владивостока, где будут принимать участие гимнастки различных городов края. Там же девочек ждет и отбор на первенство ДФО – одно из самых серьезных испытаний для спортсменок. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков, Кирилл Корнилов. Новости спорта на восьмом.